В чем секрет продуктивности? Летом все, значит, расслаблены, потому что на нас действует обстановочная афферентация, если по-научному, а по-простому. Мы привыкли еще с детства летом отдыхать, и когда наступает лето, вот эти внешние раздражители мы воспринимаем как, ну, не хочется работать, не может сработать, и что же там все так хорошо, а я должен работать. Как с этим бороться? Ну, прежде всего, нужно понять, что мы должны создать для себя обстоятельства, в которых нам работать будет комфортно. И вот работать комфортно нам будет в том случае, если мы действительно создали себе рабочее место. Многие сейчас вообще работают в удаленке, но вот когда ты сидишь на диване, и тебе надо работать, ну, это не самое лучшее дело. Поэтому, конечно, хорошо и в офис ходить, и хорошо, если у вас есть возможность, просто создать рабочее место, за которое вы садитесь, и у вас мозг сразу говорит, товарищи, мы на работе. Второе составляющее, которое важно делать, это так называемая монозадачность. Мы все думаем, что мы многозадачны, да, но в этом случае происходит повышенная когнитивная нагрузка, вы быстро утомляетесь, и самое печальное, вы не можете додумать никакое дело до конца, потому что вас все время что-то отвлекает от вашей, я надеюсь, мудрые мысли. Поэтому лучше всего, если у вас есть часовые или даже полуторачасовые интервалы, когда вы выключаете мессенджеры и занимаетесь, собственно говоря, работой. Потом посмотрели, передохнули, сделали легкую гимнастику и снова вернулись к работе, погрузились в нее полностью, вы будете чувствовать себя значительно лучше. Ну и, конечно, нужно помнить, что количество таких интеллектуальных объектов, которые мы можем удерживать в поле своего внимания, составляет очень ограниченное количество. Три штуки. Поэтому, когда у вас возникают какие-то дополнительные идеи, какие-то что-то вам нужно по плану, там что-то еще сделать, там и так далее, обязательно просто ведите для себя списочек малых дел, которые вам пришли в голову, что вам нужно будет сделать, но в другой момент. Делегируем память этому блокнотику, и всегда вы можете вернуться к этой записи и с удовольствием вычеркнуть задачу, которую вы выполнили, или подсмотреть, что вы должны делать сейчас. Такие-такие три простых правила, и вы, собственно говоря, продуктивны, да нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!